Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжаю свои лекции по гастроэнтерологии. И вчера мы с вами поговорили о патологии печени. И сегодня нам будет немножко легче, потому что мы уже много чего с вами изучили. Мы изучили эти препараты, которые в гастроэнтерологии, на самом деле, препаратов не так уж и много. И эти препараты, мы их с вами практически все изучили. И мы сегодня будем уже опираться на те знания, которые вы получили в те дни. На эти знания. И поэтому будет немножко побыстрее. И вообще моя задача немножко побыстрее, потому что мы еще много чего с вами не прошли. А занятие у нас сегодня с вами последнее. И мы начиная с поджелудочной железы. Я вам просто напомню, что поджелудочная железа, вообще, когда мы говорим о патологии железы, поджелудочной железы, мы должны четко понимать, что вот она не очень хорошо как бы расположена. Да, почему? Потому что она имеет, ее проток впадает в общий желчный проток. Да, в общий желчный проток продает проток желчного пузыря. И вот когда имеется патология желчного пузыря или печени, это обязательно сказывается на поджелудочной железе. Кроме того, проток открывается в 12-перстную кишку. Любая патология 12-перстной кишки и сфинктера ОДИ тоже отражается на функции поджелудочной железы. Особенно если повышается внутрибрюшное давление, повышается давление в 12-перстной кишке, страдает сфинктер ОДИ, он может взиять. И тогда поступает содержимое 12-перстной кишки или воздушная волна именно поступает в общий проток. И первый, ведь вы понимаете, куда устремится любая жидкость или воздух? Он устремится туда, где есть отверстие по закону сообщающихся сосудов. И первый проток, который сталкиваемся мы, проходя вверх, это как раз проток поджелудочной железы. Поэтому бедная поджелудочная железа, она очень часто страдает вторично. И поджелудочная железа, она у нас выполняет две большие функции. Первая ее функция связана с синтезом ферментов, которые направлены, эти ферменты переваривают белки, жиры, углеводы. И самое главное, эта функция называется экзокринная. И кроме того, что мы синтезируем ферменты, какие-то ферменты синтезируются в активном, какие-то в неактивном состоянии, да, активизируются уже в желудочно-кишечном тракте. Но поджелудочная железа еще синтезирует бикарбонаты и воду. И это очень важно знать, потому что иногда мы думаем, что не хватает ферментов, мы даем ферменты, а эффекта нет. А оказывается, нету синтеза бикарбонатов. А что делают бикарбонаты? Бикарбонаты, они ощелачивают содержимое 12-перстной кишки. Это очень важно, когда бывает гипероксидное состояние и рефлюксы. В кислой среде не работают ферменты, поэтому и синтезируют бикарбонаты поджелудочная железа, чтобы адекватно работали ферменты в кишечнике. Ну и кроме того, ну нужна обязательно вода. Вода нужна для чего? Плотный химус, он очень плохо доступен перевариванию ферментов. Поэтому химус должен быть мягкий, разжиженный. И для этого синтезируется вода, которая поступает в 12-перстную кишку. И вместе с ферментами, которые тоже приобретают, они как бы в состоянии немножко разбавленном поступают. Это очень важно. Нарушение этой функции, синтеза бикарбоната или воды, также может вызвать вторичное снижение активности ферментов, потому что их синтезируется достаточно, но они неактивны. Кроме этого, поджелудочная железа вырабатывает еще глюкогон и инсулин, которые регулируют углеводный обмен. Но это проблема эндокринной функции, связанная с сахарным диабетом. Прежде всего, мы об этом сегодня говорить не будем. Мы будем с вами в основном говорить об экзокринной недостаточности поджелудочной железы, которая и обуславливает заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И если говорить об вариантах экзокринной недостаточности, то у нас есть с вами первичная или абсолютная. Она как раз и связана с недостатком синтеза ферментов поджелудочной железы. Чаще всего это бывают наследственные заболевания, когда снижена активность этих ферментов и снижена их секреция. Но это могут быть и какие-то стойкие хронические заболевания вторичные, например, нарушение метаболизма. Это может быть нарушение, связанное с эндокринной системой и так далее. Но в любой ситуации абсолютная недостаточность, ее истинная клиническая картина, что при абсолютной, что при относительной недостаточности, она будет практически одна и та же. Разграничить по клинике, что мы имеем в виду, абсолютную или относительную недостаточность невозможно. Но истинным критерием абсолютной недостаточности является так называемый тест на фекальную эластазу-1. Он всегда при абсолютной недостаточности будет низкий. В норме во всем мире фекальная эластаза равна 200. Вот если она меньше 200, это говорит о том, что да, есть вероятно абсолютная недостаточность, и нам нужно найти причину. И вот когда мы будем с вами иметь проблему абсолютной недостаточности, я вас сразу хочу предупредить. Наши препараты, они никогда не позволят пациенту полностью выстрелить. Потому что если у пациента синтезируется мало ферментов, вы не сможете заставить поджелудочную железу, если уже генетически так сложилось, имеется недостаточность акцинарного аппарата, вы не заставите ее синтезировать больше ферментов. Но наша терапия позволяет увеличить рецепторную активность препаратов к этим ферментам, плюс еще помогает наладить пищеварение. И тогда мы будем с вами видеть, что мы можем чуть-чуть снизить дозу ферментов этим пациентам, мы можем управлять этим процессом, избегая побочные действия фермента терапии. Потому что, допустим, если ребенок получает большие дозы ферментов, а при абсолютной недостаточности, это всегда большие дозы ферментов, то бывает очень много побочных действий. Поэтому мы можем эти побочные действия нивелировать. Если речь идет об относительной недостаточности, то основным критерием является наличие в капрологии прекрасный метод, который позволяет нам оценить функцию поджелудочной. Есть нейтральный жир – страдает поджелудочная железа. Нет нейтрального жира – не страдает. Потому что основной компонент, фермент, который синтезирует поджелудочная, по которому смотрит активность, это прежде всего ферменты, которые действуют на липиды. Жировой обмен – он главный, самый главный для поджелудочной железы. И именно по нарушению жирового обмена мы судим о нарушенной функции. И вот тогда у нас появляется стеатарея первого типа в капрологии, или, как мы говорим, большое количество жиров. Если же у нас с вами жиров этих нет, значит нет и относительной недостаточности. И при этом, как правило, уровень эластаза 1 нормальный, ну или может быть чуть-чуть снижен, допустим, там 190, но не больше. То есть нам нужен обязательно, в принципе, нормальный уровень фекальной эластаза 1. Тогда мы говорим об относительной недостаточности. Если говорить об остром панкреатите, то это достаточно известное системное заболевание, которое характеризуется острым воспалением и возможность есть самопереваривание поджелудочной железы. Почему? И вот для того, чтобы не было самопереваривания, чтобы не было некроза, попросту говоря, самопереваривание, это как у народа, да, это народный термин, сама себя переварила. Вы представляете, она синтезирует, поджелудочная железа синтезирует большое количество ферментов, которые обладают мощным действием на клетку, потому что переваривают белок, жиры, углеводы, особенно белок. И вот синтезируемые ферменты, которые должны поступить в 12-перстную кишку и которые должны переваривать пищу, они остаются в поджелудочной железе, их очень много, потому что там застой в поджелудочной железе. Из-за чего? Из-за отека и спазма. Потому что любое воспаление сопряжено с отеком и спазмом. И острый панкреатит, это всегда воспаление. И вот это, и в принципе вот панкреатическую железу, ее называют чемпионом по кровоснабжению. Она очень хорошо кровоснабжена и артериями, и венами, и в ней очень много нервных окончаний. Поэтому когда поджелудочная железа болит, мы испытываем дикие совершенно боли. Это боль опоясывающая, острая, она отдает в позвоночник, в сердце, в угол сердца и так далее. Пациент не находит себе места, он не может принять какое-то положение, которое облегчает его состояние. У него безумная тошнота. Вот он говорит, невозможно, вот тут стоит, все тошнит, но он пытается вызвать рвоту, и рвота не приносит ему обличения. От рвоты никогда нет облегчения, ни тошноты, ни боли в животе. Потому что работают ферменты, они все переваривают, есть спазм, мощный спазм. И обычно все пациенты, которые имеют острый панкреодит, они лечатся в хирургии, потому что боятся некроза поджелудочной железы. И после того, как снимут острый процесс, они уже поступают в терапевтическое отделение к гастроэнтерологу. Вот это надо понимать, и этот острый процесс мы с вами будем лечить только тогда, когда хирурги сняли остроту. Если вам хирурги разрешат там полечить, вы сможете полечить одним единственным препаратом ТРОМЭЛИ. Потому что он очень важный препарат в данной ситуации, потому что ТРОМЭЛИ снимает воспаление, снимает отек, снимает спазм, и у него есть воздействие на иммунную систему тоже. То есть он поднимает защитные силы организма. И если разрешат, то спазм для снятия спазма. Но иногда хирурги этого не разрешают, но когда к вам пациент уже поступил из хирургии, то вы можете назначить ту терапию, о которой сейчас мы будем говорить. Ну и теологические причины вы посмотрели, я на них не буду даже останавливаться. Но вот основными клиническими симптомами, что и у острого, что и у хронического панкреатита, будут острые интоксикации. Только для хронического панкреатита это будет синдром хронической интоксикации. А для острого, острой интоксикации, болевой синдром, который я описала, диспепсия, тошнота, рвота, да, изжога может быть, лихорадка очень часто бывает субфибрильный и редко бывает фибрильный, да, и вообще может и не быть лихорадки. Но воспаление, конечно, иногда сопровождается лихорадкой. Как правило, у этих пациентов олигурический синдром и запоры, но может быть и учащенный стул. Ну, примерно у 10% пациентов. Но в основном все-таки на этом фоне развиваются запоры, да, и определяются болезненные точки. Они гастроэнтерологам хорошо известны. Это зона Шафара, Мэй Робсона, Дижардена, точка Пача, все мои хорошо другие болезненные точки. Гастроэнтеролог их очень хорошо знает. Все это мы определяем. Ну, вот значимые болевые точки, они имеют значение больше для хронического панкреатита, потому что при остром панкреатите у нее такая боль, что он вам не даст дотронуться до живота и посмотреть эти точки. И хронический панкреатит – это полиэтилогическое заболевание с фазово-прогрессирующим течением. Самое страшное для хронического панкреатита, это как и для хронического гепатита, это то, что развивается склерозирование, развивается прогрессирующий склероз, то есть замещение ткани, да, соединительной тканью. И тогда функция поджелудочной железы будет полностью потеряна, да, полностью потеряна. И без поджелудочной железы нам никак с вами невозможно. Куча проблем из-за того, что она не работает или ее нет. И вот этот нарастающий фиброз мы с вами должны предупредить. А как? Чем больше орган находится в состоянии гипоксии, тем вероятность склерозирования выше. Значит, мы должны быстро убрать воспаление, мы должны подействовать на спазм, да, это основные причины как раз нарушения кровотока гипоксии. А гипоксия – это прежде всего начало склерозирования. Это очень важно. Вот для острого процесса это наиболее важно, потому что мы с вами должны добиться выздоровления, ведь острый процесс может перейти в хронический. И он переходит в хронический тогда, когда его неадекватно лечили, не вовремя убрали воспаление, не вовремя наладили отток ферментов из поджелудочной железы, да, тогда может наступить хронизация процесса. При хроническом панкреатите, если уже пациент вам пришел с хроническим панкреатитом, вы должны прежде всего тоже наладить отток ферментов из поджелудочной железы и профилактировать развитие фиброза. А профилактика фиброза, она тоже состоит из-за чего? Улучшаете функцию органов. Это не только отток, но это еще и кровоток, да, обязательно кровоток. Поэтому, в общем-то, и для этого есть наши препараты, которые помогают все это сделать. Ну, клинические синдромы, они примерно такие же, как при остром, только синдром хронической интоксикации. Но в ваших книжечках они есть, можете подробно прочитать. И теперь вот протокол лечения. Вот я уже сказала, что это, конечно же, травмыль, обязательно травмыль. Да, это вот лимфомиазод. Дать лимфомиазод или не дать? Вот если острый процесс, то лучше дать лимфомиазод. Потому что лимфомиазод, он хорошо раздренирует лимфоидные органы и позволит выводить токсины, которые накопились при остром состоянии. Если речь будет идти о, допустим, хроническом панкреатите, то мы подумаем, конечно же, о галиумхеле, потому что это уже за биологическим сечением. Но галиумхеле мы назначим позже. И даже при хроническом панкреатите, когда у вас будет обострение, вы будете назначать все равно травмыль или лимфомиазод. И они вам очень хорошо помогут, потому что любое обострение панкреатита хроническое, оно протекает как острый процесс. Понимаете? А вот когда стабилизация будет процесса, когда вы будете воздействовать как раз на то, чтобы не было склерозирования, тогда галиумхеле вам принесет большую пользу. Лучшим препаратом для лечения поджелудочной железы является препарат мамордика композитум. Я потом вернусь к этому слайду, сейчас немножечко вперед пройду, потому что здесь вот у меня мамордика композитум, хочу пропить ей гимн, да, и отдать должное. Вот мамордика композитум – это замечательный препарат, который вот вчера мы с вами говорили о чем? Что у нас замечательный препарат для печени гепрокомпозитум. Замечательный, но мы его в острый период никогда не дадим. В отличие от гепрокомпозитума, мамордику мы можем с вами дать с первых дней терапии. Почему? Потому что в состав мамордики входит только средство растительного и минерального происхождения. Это не суисорганный препарат, да, поэтому мы его можем применять сразу. Только суисорганные препараты мы не можем назначить с первого дня. Не важно, что вы лечите. Обострение хронического, острый процесс. Мамордика здесь показано. Будете стабилизировать поджелудочную железу. Мамордика является главным средством для поджелудочной железы, которое можно назначить с первого дня. И посмотрите, она регулирует действие функции. И она действует на симптомы. Убирает диарея, боли, метеоризм. Почему? Потому что для сама диарея, это сама мамордика, подофилум, верартрум, альбум. Эти все, в патогенезе этих компонентов есть как раз диарея. Боли убираются за счет того, что здесь имеется и лохезис, и цианакус. Лохезис – это еще очень мощный кровоток. Кровоток самое главное. Метеоризм – это наш любимый карбовегетабелис, который мы вчера разбирали, про карбовегетабелис говорили. Меркурсолюбелис здесь добавлен. Для чего? А прекрасно. Потому что это мощный противовоспалительный препарат. Вот если каждый процесс заканчивается гноем или нагноением, это всегда гепарсульфур или меркурсолюбелис. И вот здесь меркур, он как профилактика нагноения, профилактика тяжелого воспалительного процесса. Поэтому этот препарат еще и будет обладать противовоспалительным действием. Есть йод, содержится, поэтому будет обязательно сказываться и на функцию щитовидной железы. Но в любой ситуации это тот препарат, который вы можете применять с первого дня. И это просто замечательно. А дальше уже вы думаете о том, если острые процессы, спазмы преобладающие, вы назначите препарат Спаскупрыль. А когда назначим? Когда острый болевой синдром. Когда обязательно есть спазмы. И острый болевой синдром, я всегда рекомендую развести препарат в теплой воде. Не важно, что вы возьмете таблетку, капли, даже не в свечах. А лучше развести в теплой воде и маленькими глоточками пациент пьет. Сама по себе теплая вода, она всегда снимает спазмы. И, в общем-то, дача препарата в таком виде, оно способствует тому, что боль быстро уйдет. Вот, допустим, в клинике дают часто баралгин таким пациентам. А мы даем Спаскупрыль и видим, как улучшается состояние пациента, но одновременно с Трумэлем, Мамордикой. И со второй недели где-то терапии мы решаем вопрос о подключении коэнзима и убихинона. Даем их два раза в неделю. Причем сначала коэнзим, потом убихинон. Но, как я уже это объясняла много раз, да, правило. У – это сначала коэнзим, потом убихинон. Или можете давать только коэнзим два раза в неделю, или только убихинон два раза в неделю. Да, без разницы, что вы выберете, если у вас есть какой-то один препарат. Если есть два, лучше дать два. Во вторник, допустим, коэнзим, в пятницу убихинон. Мукозакомпозитум, она нам понадобится когда? Видите, в ранней реконволюсенция. Она понадобится для чего? Для того, чтобы реабилитировать слизистую желудочно-кишечного тракта, который подвергся действию. Ведь первая фаза острого процесса – это гиперферментемия. И эта гиперферментемия, она нарушает и слизистую, и нарушает микробиоту. И вот если у таких пациентов это все есть, то мы назначаем мукозакомпозитум вместе с пробиотиками в ранней стадии реабилитации, не сразу. Только при реабилитации этих пациентов, при наличии этих симптомов. Если у нас с вами есть сопутствующие какие-то заболевания печени, то мы опять-таки с вами говорили, что мы можем применить замечательные препараты, гипрокомпозитум и хипель. Вот здесь без разницы, у вас нет поражения печени острое. У вас есть какое-то заболевание сопутствующее или в силу анатомического дефекта, о котором я говорила. Да, у нас очень часто идет заинтересованность гипотабиллярной системы. Поэтому мы должны немножко отбренировать печень, немножко наладить отток желчи и так далее. Особенно если есть пазм-синтеро-одди. Вот тогда мы можем любой препарат применить. Хотите гипрокомпозитум, хотите хипель. Потому что, еще раз говорю, это не острый процесс печени. Это острый процесс поджелудочной железе. И мы можем эти препараты применить. Но в данной ситуации я очень люблю при панкреатите назначать хелидониум гомокорд. Сейчас объясню почему. Сейчас про гастрекумель скажу, потом расскажу про хелидониум гомокорд. Да, именно хелидониум гомокорд. При изжоге и метеоризме длительно у этих пациентов прошу назначить гастрекумель. В прошлый раз мы с вами объяснили почему. Потому что он как прокинетик гастрекумель. Да, он как прокинетик. Поэтому он убирает эти симптомы. И изжогу, и метеоризм. Теперь почему именно хелидониум я люблю при остром панкреатите и обострении хронического панкреатита. Потому что, посмотрите, любой гомокорд, это тогда, когда компонент дается возрастающей концентрации. Вы видите, например, хелидониум здесь 10, 30, 200, и белодонна 10, 30, 200, и тысяча. Это уже конституциональное воздействие. Это раз. И это уже более глубокая терапия. Когда мы даем препарат возрастающей концентрации, он действует более глубоко, быстро и интенсивно. И самое главное у этого препарата. Хелидониум, его действие распространяется максимально. Это расторопша. Всем известно действие расторопши. Это же гепатопротектор мощный. Его действие максимально распространяется на функции печени. А вот белодонна, это очень хитрый препарат. Белодонна, помните, мы говорили, что грипп хель содержит белодонну, которая убирает воспаление, температуру, страх. Да, это вот как раз белодонна. И действие белодонна распространяется очень мощно на воспаление и температуру. А мы говорим с вами о том, что нам при панкреатите надо как можно быстрее снять воспаление. Поэтому назначая хелидониум с треумелем, мы два дали мощного средства. И третье мамордика, которая хоть слабое противовоспалительное действие, но имеет. Она больше, конечно, действует на выведение, она тоже как протектор и как прокинетик. Но у нее противовоспалительный эффект тоже есть. И когда мы с вами дали три таких средства, мы очень быстро снимаем воспаление. Поэтому и больше всего люблю я эти препараты. Ни у гепрокомпозитум, ни у хиппеля такого мощного противовоспалительного действия нет. Потому что, во-первых, они не гомоакорды, во-вторых, там нет белодонны. И данный препарат, он не только показан в схеме лечения панкреатита, но он и показан при лечении хронического холецистита, кулькулозного холецистита, хронических гепатитов, холистатическим компонентам. И обратите внимание, острые лихорадящие состояния ЖКТ, опять-таки из-за белодонны. Острые лихорадящие состояния. Поэтому очень хорошо этот препарат работает в связке с другими при панкреатите. Ну все, про панчелочную железу остановились, потому что в мою программу ничего большего не входит. Сахарный диабет не будем разбирать. Теперь, значит, синдром раздраженного кишечника. Вот синдром раздраженного кишечника, это наиболее, это достаточно частая патология, которая сейчас встречается, потому что мы все стали нервными. Мы все возбужденные, депрессивные, нервные, тревожные и так далее. Именно это создает почву для развития синдрома раздраженной кишки. Да, и вот видите, даже такую картиночку нашла. Вот он пишет, меня тут все раздражает, кишечник говорит. Вот когда все раздражает, значит, у этого пациента точно со временем разовется синдром раздраженного кишечника. И это критерием синдрома раздраженного кишечника является не клиническая картина, а является отсутствие органической патологии прежде всего. Симптоматика, она бывает самой разнообразной. Есть классика, есть отклонения от классики, сейчас это разберем. Но всегда при этом никакой органической патологии вы не находите. Поэтому прежде чем поставить диагноз СРК, вы должны пациента обязательно обследовать. Если вы у него не нашли калит, язву или еще что-то, тогда вы ему ставите СРК или кишечную инфекцию. Часто скрытая кишечная инфекция протекает якобы диагнозом СРК, то тогда вы ему назначаете лечение СРК. Понятно, да? Отсутствие органической патологии. Есть так называемые предрасполагающие факторы. Это как раз наиболее часто, это прежде всего стрессы. Вот стрессы. Это могут быть кишечные инфекции. Очень часто СРК развиваются после текущей кишечной инфекции. Может быть генетическая предрасположенность. Когда вам ребенок скажет, я у мамы спрашивала, вы знаете, и у мамы, и у бабушки, и у меня, у нас всегда понос в будильник. Вот мы всегда встаем утром, нам нужно несколько раз ходить в туалет. Да, у нас порционно выделяется разжиженный стул. И поэтому мы встаем всегда за час до того, как нам нужно выйти. И мы вот бегаем, бегаем в туалет, чтобы освободить кишечник и только тогда пойти. У нас все хорошо. У них в голове уже это закодировано. И чем больше они об этом думают, тем у них дольше и тяжелее протекает СРК. И они потом уже боятся всего. Они боятся находиться в общественном транспорте, в помещении. Боятся, что им нужно выйти постоянно искать туалет и так далее. И этот страх, он усугубляет течение СРК. Но еще обратите внимание, физическое и сексуальное насилие. Вот это обязательно надо спрашивать. Потому что люди, не пережившие физическое и сексуальное насилие, они очень часто формируют СРК. И вот все эти причины, для чего написала? Чтобы вы обязательно, собирая анамнез, делали на них акцент. И клиническая картина, это прежде всего, конечно, боли. Вот для СРК это характерные боли в животе разной локализации, разной интенсивности. Но эти боли, они мешают пациенту вести нормальный образ жизни. Он не может нормально питаться. Не столько даже диарея после еды, сколько боли. У них после еды часто, практически всегда возникает болевой синдром в разной степени. И они стараются есть меньше. А еще и возникает диарея, поэтому они еще меньше стараются есть. Да, и они начинают худеть. И они иногда, допустим, если они находятся дома, они могут позволить себе покушать и бегать в туалет. Это ладно. Вот был период, допустим, когда мы все дома сидели, они с СРК пациенты вели себя спокойнее. И они поправлялись и говорили, что у нас, знаете, у нас даже клиническая картина улучшилась, потому что голова успокоилась, не надо искать туалет. Они дома, туалет всегда рядом. Вот в чем проблема-то. У них вот именно в голове эта проблема сидит. И обязательно нужно понимать, что этот пациент к вам придет изможденный, в интоксикации, худой. Это могут быть чаще всего, это, конечно, диарея и чаще всего утренняя, но может быть в любое время. Может быть даже ночью, когда пациент встает только ночью, бесконечно бегает в туалет. И такое бывает, но это реже. Реже это утро, и это вот просыпается с поносом, и первая половина дня, а дальше у них лучше. И может быть форма с запором. Это редко встречающаяся форма, но может быть запор на фоне СРК. Причем он может быть разный, он может быть гипотоничный, спастичный. Это может быть разный стул, когда у него диареза чередуется с запором. Это может быть так называемый запорный понос, когда отходит как бы пробка, а потом льется вода. И это тоже может быть ССРК. То есть клиника в плане выхождения стула, она самая разнообразная. Но всегда есть вздутие, всегда есть психоэмоциональное нарушение. Всегда, осматривая больной, забирая анамнез, вы найдете какие-то симптомы нарушения висцеральной чувствительности. Это может быть головная боль, похолодание рук, ног, нарушение потенции, ощущение кома в горле, расстройство мозга, мощность спускания, тошнота, неполный как бы вдох, неудовлетворенность вдохом. Эти все симптомы могут быть как симптомы вегетативных расстройств. Но всегда это пациенты, у которых есть определенные психические расстройства. Всегда. И поэтому без психолога вы часто не можете помочь этому пациенту. Поэтому я всегда этим пациентам говорю, дорогие мои, вот я буду вам терапию проводить, но вам нужно взять несколько сеансов лечения у психолога. Именно психологи, они, хороший должен быть психолог, который вытащит эту проблему наружу, объяснит, расскажет и который проведет, ну, даст человеку понять, что он здоров, что это все проблемы, связанные с его психикой. Это все проблемы, которые очень легко убрать, если он будет делать там то-то, то-то, будет себе заниматься аутотренингом и так далее. Психолог им очень помогает. А в сочетании с биоревизионной медициной помогает всегда, потому что СРК вообще практически лопатами не лечится, потому что они назначают одни и те же препараты, обезболивающие прокинетики, пробиотики и так далее. И никто не задумывается о том, что прежде всего, конечно, назначают они психотропные средства, но они назначают или очень сильные, или очень слабые. Пациенту не нужна такая терапия очень сильно агрессивная. Ему нужен разговор с психологом, ему нужно слабое воздействие на центральную нервную систему, но длительное, потому что у него это в голове давно, особенно если есть генетическая предрасположенность. Таким образом, в общем-то, посмотрите, вот мы если с вами начнем рассматривать портрет, примерный портрет этого пациента, вы увидите, что он, у него может быть импульсивная раздражительность, который пациент впоследствии, о которой он сожалеет впоследствии. То есть эти пациенты, они всегда сожалеют обо всем. Вот он там раздражается, вскрикивает, топает, он потом сожалеет, он всегда раскаивается. Импульсивный плач, торопливость, двигается импульсивно рывками, часто бежит. У него навязчивые мысли и поведение, подергивание и требования. Тремор. Они всегда хотят сладкого. Но это и понятно, потому что у них гипогликемия на почве, недоедание, и на почве выделение большого количества диарея, каловых масс жидких. Поэтому им всегда хочется сладкого, чтобы восполнить уровень глюкозы. И причем глюкоза является самым быстрым компонентом, который разлагает, дает энергию. Поэтому им, в общем-то, хочется все время сладкого. Усиленное образование газа в кишечнике за счет усиленной перистальтики и нарушения процесса переваривания. Поносы при ожидании важных событий с ощущением страха. Понос-будильник. Вот это все укладывается в патогенез классического гомеопатического средства аргентом нитрифтом. Если этому пациенту давать классическое средство, начинать нужно с тридцаточки, потому что мы всегда пробуем, как препарат заработает у этого пациента. Потом через буквально там две недельки можно перейти, две-три недельки перейти на двухсоточку и через месяц перейти на тысячник. И тридцатка дается один раз в неделю, двухсотка я тоже ее даю один раз в неделю, несмотря на то, что можно ее давать якобы один раз в месяц, она так плохо работает. Даю обычно раз в неделю. А потом перехожу, дала один раз в тысячник и голову поставила его на место. И у него он сам почувствует, как он изменился психически. Если мы не можем с вами дать комплексную, не можем дать классику, мы можем дать комплексный препарат, где аргентом нитриком содержится. А содержится он в аргентом нитриком он ель, но у вас его нет, да, и у нас его нет. А у немцев есть, может быть, он к нам поступит этот препарат, поэтому говорю о нем. Это, конечно, самое лучшее средство, потому что это аргентом нитриком он ель. Но у нас с вами есть препараты гастриком или мамордика. В России еще есть голоден и хель. Состав этих препаратов везде входит аргентом нитриком. И не просто так, потому что заболевания желудочно-кишечного тракта, они всегда тесно связаны с центральной нервной системой, всегда связаны со стрессами, с тревожностью и так далее. Поэтому всегда в комплексы, которые лечат желудочно-кишечную патологию, входит аргентом нитриком. И он входит в ведущие препараты гастропумель и мамордика. Вы можете назначать эти препараты, когда у вас такой пациент есть. И он обязательно отыграет, потому что, во-первых, это препараты, которые имеют направленность на желудочно-кишечный тракт. А самое главное, что мамордика, помните, у нее тоже диарея. У нее диарея – это как симптом этого препарата. Поэтому назначаем и радуемся жизни. Таким образом назначили эти препараты. Затем мы должны обязательно у этих пациентов воздействовать обязательно на слизистую. Вот здесь не может быть назначаем, а назначаем обязательно мукозу и убихинон или коэнзим. Вот здесь не надо кум. Здесь нужно один из этих препаратов, потому что вы будете один раз колоть мукозу, а один раз будете колоть препарат, который возмещает метаболические расстройства, улучшает цикл крепца, убирает перекисное окисление и так далее. Уже много про эти препараты говорили. Вот он у вас так и пойдет. Один раз мукоза, один раз убихинон или коэнзим. И как мы уже сказали, что это все пациенты, которые имеют психосоматические расстройства и имеют определенную настроенность нервной системы. Конечно, лучшим препаратом для них будет являться именно спайка нервной хели и валерьяной хели. Почему? Потому что, во-первых, нервной хели содержит тоже аргентом нитриком, во-вторых, он содержит игнацию. А игнация – это аргентом страхи, игнация – это страхи, тревожность, это депрессия, переживания и так далее. Поэтому очень показан этот препарат. Но на ночь, как рекомендует Румянцева, мы дадим валерьяной хель. Когда мы дадим, дадим ньюрексан. Мы дадим только тем пациентам, у которых есть резко нарушенный сон, и которые ночью встают в туалет. Только тогда. Ни в какой другой ситуации он не поможет. Потому что, если вы помните, его основное действие – это сон. Там содержится аванасатива, которая очень мощная, овес, да, мощное средство на сон, пассифлора, цинком, изовалерианикум. Это все сон и нервная система. Вот тогда он им очень поможет. Если нету никаких ночных нарушений, то только нера, нервый хель и валерьяный хель. Понятно, да? Но это препараты тоже обязательно для этого заболевания. Я сама не люблю, когда много препаратов. Я предпочитаю давать два, три. Но бывает, что... А дальше просто их менять или давать последовательно. Но бывают ситуации, когда мне необходимо дать больше. Вот в этом заболевании, которое вроде бы не имеет никакой органики, а я даю много препаратов. А потому что здесь самое главное не столько органика, то, сколько энергетическая недостаточность, плюс заболевание центральной нервной системы. Поэтому и приходится давать много препаратов. Понимаете? И справиться невозможно, если вы дадите только маммурдику, например, или только спазку прелести, у него спазма в животе. Вы ничего не добьетесь. Вот именно комбинация этих средств, оно приводит к улучшению этих пациентов. Они начинают хорошо кушать, у них уменьшается количество стула и так далее. И они счастливые, жизнерадостные, к вам приходят через 4-6 месяцев, и вы их не узнаете, потому что был истощен и пришел уже с такими розовыми щечками. Замечательный. Переходим теперь мы к лечению геморроя. Я не буду рассказывать теорию про геморрой, напомню только что. Четко должны понимать, что в геморрое самое главное нарушение венозного оттока. Да, и поэтому препараты будут иметь все обязательно настроенность на лечение как раз нарушения венозного оттока. Но в геморрое есть ли нарушение лимфатического оттока. В геморрое бывает воспаление слизистой. И причем пациенты сами эти знают. Они приходят и говорят, у меня воспалился геморрой. Они же не просто так говорят, воспалился. Значит, они знают, что при геморрое всегда воспаляется прямая кишка. И поэтому иммолопаты всегда назначают противовоспалительные свечи. У них могут выходить геморроидальные узлы, у них может выходить прямая кишка. И это все вы должны спросить. И ваша направленность будет, чем больше у пациента клинических симптомов, чем чаще у него уходит, выходит кишка или узлы, тем более длительно вы будете лечить этого пациента. И это понадобится, переход одного препарата к другому. Но если это нарушение кровотока и воспаление, то ведущим базисным препаратом всегда будет тромоль. Потому что он и противовоспалительный, и он действует на любой кровоток. Потому что в его составе есть и действия, есть компоненты, которые действуют и на артериальный, и на веносный кровоток. И кроме того, он содержит две эхинации. Этим обуславливается его и противовоспалительное действие, и обуславливается его воздействие вообще на иммунную систему. Дальше мы всегда четко с вами знаем, что вот печень, она с геморроем всегда связана. Это знают все, кто гастроэнтеролог и не гастроэнтеролог, а кого есть геморрой. Все знают, что очень тесно связана печень и связана геморроидальные узлы. Потому что, во-первых, у нас дренажный лимфатический проток, у нас сосуды, все это через печень идет. И люди, имеющие поражение печени, или в анамнезе, или сейчас какие-то дискинезии, гиперхолестеринами, ни жировую дистрофию, неважно. Соответственно, мы должны дать препарат на печень обязательно. Но здесь у нас, если нет никакого тяжелого поражения, нам не нужно лечить печень, а только мы понимаем, что этиопатогенетический печень связана с геморроем, мы даем мягкий препарат, хепель. Если будет тяжелое заболевание, тогда будете лечить так, как мы лечили тяжелое заболевание. Но здесь мы только предполагаем взаимосвязь. Ведь биорегуляционная медицина, это и есть медицина, которая построена на сетевом взаимодействии. И вот эти сетевые взаимодействия мы здесь и определяем. Поэтому даем хепель. Можем дать, если пациент страдает запорами, дать нуксвомику. Если у него спазмы, мы тогда спастический запор, мы ему дадим спазку прыль. То есть дальше вы нанизываете, это вот не все подряд, а это или, или, или. Все обязательно, это только тромыль и хепель. Все остальное или, или. Есть запоры, дали нукс. Если спастические запоры, то лучше дать, если вот прям спазмы, у него прям такие овечи, очень трудно выходят эти каловые, как каловые камни, тогда, конечно, спазку прыль. Да, нукс тоже лечит запоры, но у него запор, стул всегда более мягкий, у нукса. Да, всегда более мягкий. Если мы видим пациента с нарушением периферического кровотока, что очень часто бывает, у этих пациентов есть геморроидальное, припозное расширение вен, да, геморроидальное расширение в прямой кишке очень часто сопровождается геморроидальным расширением вен в малом тазу, в нижних конечностях, то тогда, конечно, плацентокомпозитум. Мы уже вчера говорили, что лучшего средства для воздействия на периферические сосуды, чем плацентокомпозитум, нет. Да, это не только артерии, это и вены, и лимфатические сосуды. Действие плаценты очень мощное на все сосуды, где бы они ни были. И не обязательно только периферические. Это и сосуды почек, сердце, всего-всего. То есть плацента очень мощное средство для сосудов. Мукозу композитуму, я ее обычно всегда добавляю. И, в общем-то, почему? Потому что всегда есть поражение слизистой, именно прямой кишки. Поражение слизистой прямой кишки. Поэтому нужно назначать мукозу. Но никогда не даю ее долго. Буквально 5 ампул проколю и обычно один раз в неделю. Ну, хотите, можете два, но обычно один раз в неделю. И вот местно, конечно, лучшим препаратом является ТРУМЭЛЬ. Потому что, опять-таки, местное воздействие на воспаление, на кровоток, на эти увеличенные геморроидальные узлы. Но у нас с вами ТРУМЭЛЬ, мазь, она содержит спирт. Поэтому, конечно, ну как нам спиртовую мазь ввести в анус? Можно, конечно, помазать анус, но в прямую кишку это жжение, это неприятное ощущение. Особенно, чем острее процесс, тем хуже. И можем, конечно, сделать специальную такую ватку, нанести туда мазь, ставить в прямую кишку. Ну, это все, ну, во-первых, неэстетично, во-вторых, конечно, боль доставляет пациенту. Поэтому у нас есть с вами замечательные свечи вибрукол. Замечательные просто свечи вибрукол, которые вы можете вводить пациенту, но просто, когда говоришь, вот учишь и говоришь, что введите вибрукол, Гатерина Николаевна, ну это же маленьким детям от прорезывания зубов, там от температуры, дети от нуля до шести лет, а у меня пациенту шестьдесят лет. Неважно. Нам важен состав. Там в составе очень много противовоспалительных средств. И действие будет прекрасное. И вы, во-первых, у него сразу уйдет жжение, боль, потому что уйдет воспаление. Понимаете? И это будет великолепно. И неважно. И когда он даже придет, сам купит вибрукол, он обязательно вам позвонит. И у меня такие случаи были не раз. И пишет, звонит мне и говорит, или по WhatsApp пишет, Ирина Николаевна, вы, наверное, ошиблись. Может быть, какие-то другие свечи. Я купил, там написано, дети от нуля до шести лет, прорезывание зубов, диарея, у меня ничего этого нет. Да? Правильно. И поэтому и врача это наводит, ну как-то назначено. На самом деле, очень хорошее действие у вибрукола в данной ситуации. Имейте это в виду. Назначайте этот препарат. Да? Хотя, да, конечно. Вот если бы у нас был травмель в свечах, это было бы вообще идеально. Это было бы вообще идеально. Да? Но его нет у нас в свечах, а мазь, к сожалению, это немножко не то. И теперь, значит, переходим к лечению колитов. Ну, лечение колита, вот для нас с вами, доктора, абсолютно не важно. Это колит какой? Это колит неспецифический? Это колит, который ВЗК, да, воспалительное заболевание кишечника по типу язвенного колита и болезни крона. Единственная будет разница, когда у нас неспецифический колит или энтерит. Вот здесь мы лечим не просто колит, не совсем немножко правильно сказала. Энтерит тоже будет так же лечиться. Как и колит, да? Но просто, когда мы лечим неспецифический колит и энтерит, мы обращаемся к таблице всегда РКВГ и видим, что это слева от биологического сечения. Поэтому дренажным препаратом у нас с вами в этой ситуации будет лимфомиазод. Если речь идет о рецидивирующем колите или о болезни крона, или о язвенном колите, или микроколите, то вы тогда назначаете галлиум хель, потому что, согласно таблице РКВГ, это все находится справа от биологического сечения. И вот когда вообще понимаешь и любишь таблицу РКВГ, ты видишь гениальность РКВГ. Какой был он умничка. Он уже тогда, еще в 30-е, 40-е годы прошлого и прошлого столетия расписал, какие заболевания где находятся. И поэтому у меня под стеклом всегда лежит она. И лежит она не просто там фаза экскреции, эпрегнации, а именно по системам, какие заболевания в какой фазе находятся. И тогда проще понять, какой дренаж надо дать. И дренаж нужен обязательно в этой ситуации. Для кишечника обязательно нужен дренаж. Или лимфомиазод нужно дать, или галлиум хель, в зависимости от того, где находится. Но чаще всего, конечно, нам приходится давать галлиум хель, потому что к нам с простыми колитами лечиться не приходят. К нам приходят со сложными, которые уже лечились-слечились, а эффекта нет. И так далее. Поэтому, конечно, мы даем с вами галлиум хель. Но, опять-таки, для любого колита базисным средством будет травма или мукоза. Потому что колит, это прежде всего воспаление слизистой. Но мукоза как органопрепарат со второй-третьей недели от раумоль с первой недели. Да, с первой недели. Дальше обязательно решаем вопрос, надо нам ху или не надо? А ху нам когда будет надо? Когда он будет у нас за биологическим сечением? Помните, вчера мы с вами смотрели, я вам показывала место гепрокомпозитом и коэнзимкомпозитом. Вы видите, что видели, что все препараты коэнзимов и генокомпозитом, они за биологическим сечением все эти заболевания. Поэтому если вы там, то обязательно назначайте коэнзимобихинон. А дальше опять-таки начинаем нанизывать. Есть запоры, дадим муксомику гомоаккорн. Есть спазмы, дадим спазку прель. Есть нарушение моторики верхнего этажа, дадим гастрикумель. Если есть заболевания печени, дадим хеледониум, гепар, хипель. Тут без разницы. У нас сопутствующее заболевание, какое-то или указание на когда-либо бывшее заболевание печени или дискинезея желчевыводящих путей. У нас нет тяжелого состояния, у нас нет тяжелого заболевания, поэтому мы можем дать и гепаркомпозитам. Здесь поле для вашей деятельности, как хотите. Набирайте опыта просто по препарату. Когда вы будете назначать препарат, вы будете набирать собственный опыт по его действию. Будете открывать какие-то для себя новые какие-то симптомы. будете их потом использовать, запоминать. Но базисно это всегда травма или мухоза. Вот базисно это всегда травма или мухоза. И, значит, отлично. Я прям укладываюсь сегодня так хорошо с вами. С первым курсом не так уложилась. Да? Потому что так это активно. Значит, активно. Значит, смотрите, доктора. Значит, мы с вами закончили основные заболевания по ЖКТ. Основные закончили. Конечно, за три дня осветить все невозможно. Но была моя цель какая? Моя цель была вас научить клинически мыслить, понять эти препараты и понять, как цепочку назначения. Как мы их назначаем? Как мы их подбираем? Если вы это поняли, то вы будете лечить любое заболевание ЖКТ, какое бы оно ни было. Если вы эту логику уловили, вы четко должны понимать, что биорегационная медицина и человек, который ей занимается, она отличается от обычной медицины обычного врача именно логикой построения своего лечения именно клиническим мышлением. Понимаете? И вот если оно у вас есть, вы будете прекрасно лечить. Надо его развивать. Читайте вот свои книжки, которые у вас есть по биорегационной медицине, которые вам помогут понять больше этот препарат. Ведь для каждого препарата они очерчены, показания в этих книжках. Но вы четко должны понимать, что мы даем какие-то базисные средства, даем дренажные средства, а дальше у нас идут симптоматические средства и средства направленные на изменение метаболизма, энергетики и так далее. В зависимости от того, нужно это или не нужно. Вот это вот вся логика построения нашего диагноза. И запомните, пожалуйста, что органы, препараты никогда нельзя давать в остром периоде. Вы получите обострение или вам будет казаться, что вы все правильно делаете, а у пациента нет эффекта. Нет эффекта на вашей терапии. Потому что органопрепарат дан не вовремя. Цепочку запомните, да, растительные, минералы, соли, последовательность, это значение. Органопрепараты, назоды, конституциональное средство. По-другому никак не получается. Если мы нарушаем эту последовательность, то мы видим неэффективность терапии. Вот это самое главное. Если вы это поймете, вы будете лечить идеально. И теперь вообще я очень люблю язык, очень люблю язык, потому что вот здесь будут представлены фотографии, некоторые из интернета, просто тех, которых у меня нету таких языков, или я что-то хочу особенное показать. Но остальные все фотографии это из собственного архива, это каждый ребенок, это ребенок или взрослый, именно с таким языком. Язык, он нам дает очень большую информацию на самом деле. Но прежде всего есть такая, да, есть восточная информация, вот когда на каждой области языка есть расположение какого-то органа. Ну вот на кончике сердца, с левой стороны левая легкая, здесь правая легкая, вот здесь находится желудок, там селезенка, правая почка, левая, поджелудочная железа, печень, да, и на конце, вот прям у корня языка, кишечная, если есть какие-то изменения, то мы всегда говорим о том, что поражен этот орган. В идеале язык должен быть такой, как вот у этого малыша, он хороший, у него так называемая продольная, выраженная продольная борозда, это говорит о том, что у него хороший уровень здоровья, это так называемая сикотическая борозда, да, и мы видим с вами, что вот такая вот борозда, она говорит об уровне здоровья, кроме этого, у него хороший размер языка, он небольшой, он небольшой, не тонкий, ни худой, ни толстый, налет у него, как правило, присутствует, но он налет тоненький, и под налетом видно язычок, его очень хорошо видно, да, и это здоровый язык, а когда у нас с вами, и вот это вот нарисован, он как бы здоровый язык, а когда у нас на фоне этого языка, допустим, вот в области сердца будет выражены соски, сосочки, или будет какая-то трещинка, она или поперечная, или продольная, или будет он чистый, вот весь язык будет обложен, а он будет чистый, значит, ищите всегда патологию в сердечной системе, всегда эту систему надо обследовать, язык вас толкает на это, он вам говорит, что вы посмотрите, посмотрите внимательно, что-то с сердцем и сосудами, если, к примеру, у вас будет кончик языка, резко обложен, или в кончике языка вы увидите даже какие-то элементы, или увидите то, что у вас будет, допустим, вот он весь обложен, и вдруг пятно, где абсолютно нет налета, это всегда говорит о том, что нужно посмотреть кишечник, и так далее, то есть какие-либо изменения в той зоне, где находится какой-то орган на языке, они всегда нам говорят о том, что независимо от того, есть у него жалобы, или нет этих жалоб, мы смотрим этот орган, и подчас он к вам приходит и говорит, у меня болит кишечник, а вы смотрите и видите, что у него есть нарушение в зоне почек, вы обследуете почки, даете препараты на почки, и у него кишечник проходит, потому что, ну у нас же все взаимосвязано, да, это межсетевые взаимодействия, да, и поэтому вот всегда язык для меня, вот я его очень люблю смотреть, и для меня он очень много значит, для моих пациентов тоже, и вот говоря, продолжая как бы о сикозе, почему я еще люблю говорить о сикозе, да, вот язык сикоз, да, вот сикоз, очень хорошо видно, сикотический образ, да, легкий налет, это тоже сикоз, здесь нет налета, налет может отсутствовать, и здесь вот вам не видно, но у вас там есть картиночки, да, вы видите сосочки, сосочковый язык тоже может быть при сикозе, почему это важно, потому что это с точки зрения гомеопата, но это легко понять, этому я вас научу, и вы тоже будете говорить, мне уже тут вот девушки в соседнем кабинете, все посмотрели свои языки, и говорят, у меня альтерагивный язык, у меня абсорный, и я рада, они уже поняли, они уже поняли значимость языка, и каждый друг у друга посмотрел, определил, какой язык, да, мы в перерыве все ко мне подошли и показали, и сами определили, сикотический язык, он всегда говорит, вообще говорят, глаза зеркало души, да, язык это зеркало ЖКТ, во-первых, он всегда говорит о том, какие процессы происходят в ЖКТ, и не только в ЖКТ, во всех органах, если мы с вами видим сикоз, то это процессы, которые мы ничего страшного от них не ожидаем, обычно мы говорим, энергетика и трофика в этой ситуации уравновешены, и мы с вами болеем, как положено, как в книжке написано, заболели, да, раз у нас период интоксикации, подъем температуры, выздоровели, если живот заболел, быстренько боли, тошнота, быстро раз, и все закончилось, то есть болеем, как в книжке, как положено болеть, ничего такого супер особенного нет, если у нас с вами другой язык, да, например, псора, вы видите этот язык, какой, он, во-первых, может быть, да, он может быть и тонкий, но у него нет этой сикотической борозды, у него есть налет, налет может быть тонкий, но может быть, как у этого пациента, густой налет, очень густой налет, он может быть и такой, самый главный критерий, что у него нет сикотической борозды, очень часто этот язык бывает немножко отечный, как этот, увеличенный в размере, но может быть и вот таким, критерием постановки псорного языка, является отсутствие сикотической борозды, Вот это пациенты, они другие. Эти пациенты, они имеют такую проблему, как снижение защитных сил организма, защиты всех органов и систем, функционирования органов системы, в том числе иммунной. Это недостаток трофики и энергетики. И у этих пациентов заболевания очень часто протекают каким образом? Они склонны к рецидивам, к длительному течению. Они если часто болеют, они часто дают, допустим, субфибрилитет, они дают длительный кашель. Если заболел живот, он болит долго, но никогда не бывают резко выраженных болей. Они боли такие, то есть, то нет, но они каждый день или каждый вечер. Но они все время присутствуют. У этого пациента всегда какой-то дискомфорт, потому что у него минус защитных сил и энергетики. Это состояние связанное с недостаточностью. Если сикоз это как бы норма всех процессов, то здесь недостаточность всего. И когда такой пациент приходит, и вы понимаете, что от него можно ожидать все что угодно, что у него будет обязательно затяжное течение, вот тут-то нужно подавать ему и органопрепараты, и вот тут-то ему нужно дать и коэнзим, и бихенон, потому что у него этой энергии не хватает. И эти пациенты обязательно нуждаются в этих препаратах. И есть еще один язык, так называемый альтеративный. Альтерация. Альтерация в гомеопатии – это разрушение. Это тогда, когда у нас есть избыток энергии, трофики, когда мы разрушаем сами себя. Альтерация эти пациенты очень часто в последующем, ну не то, что очень часто, но они должны наблюдаться в группе риска по развитию онкологических заболеваний. Вот, это пациенты, альтеративный язык, а вот эти пациенты склонны к осложнениям, да, у них очень часто на фоне заболевания, если, допустим, боли в животе, то может возникнуть язва. Язва – это альтерация, потому что это разрушение, да. Например, гастрит может быть псорный, может быть сикотический. Сикотический заболел и прошел, псорный, когда болит, постоянно болит и болит, и лекарства на него не действуют. А вот язва возникла – это уже альтерация. Всегда это разрушение. Если это, допустим, желчекаменная болезнь, то это приступы конскалькулезного холекцистита и так далее. Вот все, что дает избыток энергии, избыток трофики, это вкладывается в понятие альтеракции. И когда вы видите такой язык, он обычно бывает психотическая борозда, может быть, может не быть. Да, вот тут вот, например, она есть, она присутствует, но здесь еще много поперечных трещин. Они бывают и продольные, отпечатки зубов на языке, потому что язык очень часто отечный, большой при альтеративном языке. Но главным критерием является то, что есть отпечатки зубов, трещины, да, и они могут быть всякие. И для альтеративного языка еще очень характерно, так сказать, пятнистость. Сейчас покажу, что такое пятнистость. Тогда, когда налет есть, налета нет, налет есть, налета нет. И всегда у этих пациентов они приходят, и я понимаю, что он трудно пойдет на лечение. Он пойдет трудно, ему нужно осторожно двигать его процессы, потому что он склонен к осложненному течению. Вот я ему никогда органопрепараты не дам сразу, никогда, потому что он обязательно от них отреагирует. И даже на второй неделе не дам. Если я ему хочу дать органопрепараты, я ему дам на третьей-четвертой неделе лечения, потому что он склонен к парадоксальной реакции, да. Я начну его вести вот на растительных препаратах, которые содержат только растения, а по составу вы же можете, вы посмотрели состав препарата, вы увидели, там что растения, минералы, да, можно дать спокойно. А если там есть какие-то суис, написано там суис, то давать пока не надо, потому что они и так склонны к чрезмерности, да, к чрезмерности. И вот, пожалуйста, еще вам такой пациент, да, этот пациент. Отличный язык вот с этой стороны, да, вот сикотический язык, да, сикотический язык, сикотической бороздой, да, то есть, в общем-то, практически здоровый мальчик, у которого небольшая атопия есть, там аденоиды, но все как надо протекает и лечится хорошо. Да, это вот язык, вы видите, здесь уже практически отсутствует сикотическая борозда, но она все равно немножко присутствует, но нет ни поперечных трещин, ни отпечаток зубов, ничего нет, тоже сикотический язык. Вот в отличие от этой пациентки, которая, посмотрите, во-первых, у нее немножко пигментация языка есть, это не потому, что она поела какую-то конфетку, он такой у нее есть. То есть, пигментация языка, это всегда говорит о том, что у пациента есть какие-то сложности с метаболизмом, и у пациента есть, возможно, грибковая инфекция, и у пациента есть полность к альтерации, да, и у нее раздвоенная сикотическая борозда, нет, при свете будет еще хуже видно, выключите, пожалуйста, свет, а то и так ничего не видно. Ага, спасибо большое. Вот у нее вот такой здесь раздвоенный, но у вас в книжечках есть рисунки, вы видите раздвоенная сикотическая борозда. Это всегда говорит о том, что у нее есть и сикоз, и присутствует альтерация. И очень важно оценить пациента, язык пациента в динамике. Когда вы его лечите, он должен перейти, его язык, он должен стать сикотическим. И у него, вы вот увидите, вот у этой пациентки видно даже невооруженным глазом, да, вот здесь налет такой сероватый, а здесь у нее язык очистился. И если бы вот в книжечках у вас видно, а здесь, может быть, не очень, вот здесь было очень широкое раздвоение борозды, а здесь у нее уже борозда немножко сливается. Это говорит о том, что вы лечите ее правильно. По языку я могу еще понять, правильно я лечу пациента или нет, да, Вот здесь тоже, вот посмотрите, пациентка пришла вот с таким вот языком, у которой есть вроде сикотическая борозда, но у нее очень выраженный налет на языке и отпечатки зубов. Вот иногда приходит пациент, у которого так называемый тройной язык. То есть у него все интенции есть. Есть и альтерация, и сикоз, и псора. Вот это как раз эта пациентка, у которой есть и альтерация, и сикоз, и псора. Это пациентка с системным заболеванием, поэтому у нее такой язык, он отражает все. Когда мы начинаем правильно ее лечить, посмотрите, у нее альтерация уходит, очищается язык, появляется сикотическая борозда. А главное, что у нее отпечатков зубов нету. Это в процессе лечения. Вот язык, он четко вам показывает, как вы пациента лечите, насколько вы его лечите правильно. Да, ну вот тоже, в общем-то, различные всякие языки. Да, вот здесь как раз тоже, ой, это сейчас вернусь. Да, вот это сикотический язык, это есть и псора, и сикоз. Это вот чистая псора, но уже с налетом измененным. Вот тоже сикоз с измененным немножко налетом. У ребенка, да, такой сероватый налет есть. Это говорит о том, что, возможно, что у него есть грибковые какие-то поражения. У него и был оральный кандидоз. Да, это вот язык пациента, такой псорно-сикотический, но больше псоры. Да, пациент с очень хорошим сикотическим языком, как змеиный. У них всегда такой чистенький язык. Вот девочка тоже с системным заболеванием. У нее сплошная альтерация на языке, отсутствие и сикоза, и псоры, сплошная альтерация на языке. Да, и все ее процессы, вот вам не видно, если присмотреться или посмотреть книжечки, вы увидите, что у нее даже есть местами отсутствие. Вот есть легкий налет, а местами отсутствует налет. Он отсутствует. Это говорит о том, что в этой области у нее есть и поражение, и это глубокая степень альтеракции. Да, и вот стремиться нужно к тому, чтобы язык стал ближе к сикотическому. И когда вы их лечите, так и происходит. Да, у них язык становится ближе, ближе идет к сикотическому. Вот это вот, это не мои пациенты. Я не могла у себя найти такого пациента, где бы прям классику вам показать. Когда вот альтерация классическая, да, вы видите, отсутствуют налеты. Я не знаю, что это за пациент, но судя по тому, что у него очень страдают внутренние органы. Здесь заинтересованность идет и легких, и желудочно-кишечного тракта. Потому что, вот посмотрите, когда язык у вас с налетом, и вот отсутствует налет, это типичная альтерация. И вот по распоражению этих органов вы должны обязательно обследовать эти органы. И это вот, конечно, у данного пациента, ну, почему-то вот, ну, опыт мне подсказывает, почему-то я думаю, что у него, наверное, онкология. И в частности, наверное, лейкоз у этого ребенка. Потому что такие языки бывают у лейкозных больных. Но про этого больного я ничего не знаю, я нашла в интернете этот язык. И мне нужно было, вот здесь я вам показывала ребенка, да, с авто... Ой, показывала вот ребенок, у него тоже здесь вот такой коричневатый налет, у которого был автозный стоматит. А вот классика совершенно, да, грибкового поражения, это вот такой язык черный. Вот черный язык – это всегда кандидоз, это всегда прям вот классика кандидоза. Но кандидоз – это всегда что это? Кандидоз очень любит слабость иммунитета. Поэтому кандидоз – это всегда псора, да, это всегда псора. А мы видим, что сикотической борозды нету. Но у него есть черты немножко альтерации, потому что у него вот здесь вот маленькие отпечатки видны зубов, но у него все-таки все равно преобладает псора. И вот так вот выглядит язык, когда у пациента выраженный кандидоз. Да? Ну тоже из интернета, не знаю. У нас был такой пациент в клинике, но, к сожалению, я тогда что-то или сфотографировала язык, или не сфотографирую, не помню, с кандидозным поражением всего желудочно-кишечного тракта. Но вот у него тоже был примерно такой же язык, но это была маленькая девочка. Да? И мама почему-то все время говорила, мне казалось, что она что-то ест. Да? Вот у нее долго этот процесс шел, пока она к нам не поступила, уже в тяжелом достаточно состоянии, с температурой, у нее была манифестация прям кандидозная инфекция. И мама говорила, что я давно видела такой язык, мы поразились. Вот у нее был практически вот такой же, вот даже еще больше был покрыт, практически не было чистой поверхности. То есть вот всегда тоже подумайте, прежде всего о кандидозе. Да? О кандидозе. И вообще языки дают очень много информации. И самое главное, динамика процесса меняется. Да? И еще раз хочу повторить, повторить, что все-таки, если вы имеете альтеративный язык, это всегда говорит о настроенности пациента на какие-то чрезмерные процессы и деструкцию. И вы этого должны пациента немножечко пообследовать и наблюдать, и ему сказать, да, обязательно делайте два раза в год, делайте флюорографию, маммографию, к примеру, посещайте уролога, если у вас есть аденомопростат или что-то. Вот эти пациенты, они всегда из группы риска по развитию онкологии. Всегда. Да? Если пациент у вас имеет ссорную ситуацию, ссора редко дает онкологию, но она дает вот затяжные процессы, дает, да, и вот эти затяжные процессы тоже могут привести к формированию какой-то тяжелой хронической патологии и снижение, резкого снижения функции печени. Сикоз не так простой, сикоз не такой простой, как кажется. Вот я говорю, что стремиться нужно к сикотическому языку, но сикоз, он сам по себе предусматривает развитие бородавок, папиллом, миом, но это то, что не наносит особого вреда пациенту, эстетически это плохо, да, но не наносит вреда пациенту особого, но сикоз, он, к сожалению, дает эти проблемы. И поэтому, когда вы видите пациента с сикотическим языком, вы увидите у него обязательно родинки, папилломы, бородавки в небольшом количестве, а с течением возраста они будут увеличиваться. И вот чтобы они не увеличивались, вы будете тоже лечить этих пациентов в последующем, вы будете видеть, что у него, в общем, у него снимаются многие факторы риска. Да, поэтому вообще это великий Ганеман, который создал эту теорию сикоза, альтеракции и псоры. Если кому это стало интересно, почитайте, есть такая замечательная книжечка, она называется «Философия гомеопатии». Вот философские тетради Кента я очень люблю, но они есть и другие, они и в интернете есть. Почитайте, пожалуйста, вы столько много прочтете для себя интересного, вы просто понимать заболевание, станете лучше, понимать основу заболевания, станете лучше. Философские тетради Кента. А кто хочет, допустим, чтобы понять лучше человека, то почитайте, пожалуйста, конституциональные типы. Это просто для себя. Это не потому, что вы там гомеопат, не гомеопат, это просто для себя, потому что, когда вы прочитаете конституциональные типы, вы лучше поймете себя, своих детей, своих родственников, потому что конституция, она дает нам очень большой, дает очень большой выход к пониманию человека. Вы будете сведеть с его вредными чертами характера, с его привычками. Вы поймете, что они зависят от его конституции, и с этим ничего не сделаешь. Вы перестанете с этим бороться. Вы успокоитесь, вам станет легче, пациенту станет легче. Поэтому, в общем-то, я думаю, что это все вам пригодится. Моя часть по гастроэнтерологии полностью закончилась. Я хочу вас поблагодарить за внимание. Если есть вопросы, комментарии, я на них сейчас отвечу. И вот хочу закончить такими словами, которые нас направляют по жизни. Надо всегда помнить, что здоровье не всегда приходит от медицины. Чаще оно приходит от спокойствия в голове, на сердце и в душе. И чаще всего оно приходит от любви и смеха. Поэтому давайте любить, и субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо.